Что ж, друзья, что у нас сегодня было? Сегодня Пасха! Христос воскрес! Христос воскрес! И я сегодня поехала в Леруа для того, чтобы... Для того, чтобы взять рулонные шторы. Они очень нужны были, прям вот срочно, без них никак. Ну, если без шуток, то они нужны были действительно, поэтому я пошла за ними, купила и немножко застряла в магазине, потому что там девушка, консультант, неправильно рассчитала стоимость штор. Она вдруг достала какой-то ценник и сказала, что шторы стоят не столько, сколько написано на ценнике, а по-другому, кто там сигналит бесконечно? Короче, я очень довольна, потому что купила себе то, что давно хотела. Я очень хотела себе одну штучку прикольную. Ну, я купила, конечно, не одну, я дофига всего купила. Вот. Но самое главное это то, что я купила эти шторы. Ура! На балкон, чтобы повесить, и можно было сквозь них, когда яркое солнце, снимать, фотографировать. Это очень реально крутой такой лайфхак для домашних съемок. Если не хочется покупать специальные шторки, специальный свет. Ну, чувак, ты, блин. Я вот просто реально, друзья, я офигеваю. Вот просто люди видят, что едет машина, медленно едет, и они прям вот еще медленнее начинают идти и встают. И встают на середине пути. Просто. Можете себе вот это представить? Просто человек встает на середине пути и как бы... и смотрит на тебя, типа, будешь ли ты его давить или нет. Ну, естественно, ты как адекватный человек давить его не будешь, а может быть и надо будет. Конечно же, я шучу. Ну, в общем, я сегодня в строительном побыла, в косметический зашла, очень хотела себе пеночку купить для умывания. Я купила опять корейскую фирму. И я надеюсь, что... Я надеюсь, что она мне понравится, потому что такую я конкретно не брала. Брала другие. И вот это вот Апью... Апью, если вы знаете эту фирму. Вот эту пенку я еще не использовала. Будем проверять, будем тестировать. Сейчас вообще я доеду до дома и покажу вам, что я купила. И я уверена, что вам будет интересно. Я просто уверена, что вам очень интересно. Это так важно. Что я купила в магазине. Что же я купила в косметическом магазине. Ребята, сегодня день Стёба, извините. У кого-то сегодня Пасха, а у меня день Стёба. Просто такое настроение. Вот. Еще, конечно, я зашла в Ашан. Аушан. Я зашла в Ашан, потому что он рядом. Короче, я купила в Ашане свою любимую воду. С Делмос, Био, Вита. Тащусь. Реально, вот сколько лет я с ними обожаю. Но единственное меня бесит, знаете что? Это то, что их купить либо в аптеке. Можно и то не в каждой. И в Ашане. Но каждый раз в Ашан ходить за водой. Это час дороги туда-обратно. Ну не час, конечно, поменьше. Но, знаете, если прогулочным шагом. Пока прогуляешься до Ашана. Пока по Ашану прогуляешься. Пока там в очереди постоишь. Ну, как говорится, час тратить на то, чтобы купить одну бутылку воды. Глупо. А затариваться сразу большим количеством воды я не могу. Потому что я девочка. Я не могу утащить просто столько бутылок. Даже если на машине едешь, все равно из машины кто-то должен эти бутылки тащить. Кто? Конечно, у нас есть такой хитрый способ. Это тележка. Да, у нас в подъезде стоят тележки для того, чтобы из машины перетаскивать продукты. Но прикол в том, что все равно это тяжело. Я так делала несколько раз. И это тяжело. Понимаете? В общем, я здесь вам жалуюсь. На самом деле, все ок. Но, к сожалению, из-за того, что я такой хиляк, из-за того, что я девочка, совершенно не могущая поднимать большие веса. Вот десятка, наверное, это предел. Потому что, когда я 10 килограмм тащила из магазина, как вам сказать, я думала, что я просто останусь по пути где-нибудь к дому. Хотя идти было пару сотен метров. В общем, я максимум две, ну, иногда три бутылки воды беру. И все. Потому что помимо этих двух-трех бутылок я еще покупаю какие-нибудь съедобные вкусняшки. А сегодня я взяла инжир, сыр, ламбер. Еще там что-то... Ну, на самом деле, немного. Потому что, реально говорю, я тащить это все не могу. Так что, друзья, купила я чуть-чуть всего лишь. И вот так день прошел у меня в покупках. Короче, я надеюсь, что я сейчас это все дотащу до квартиры. Благополучно. Потому что, если нет, то я не знаю, что делать. Что ж, мы приехали. Мы приехали, пора вытаскивать манатки. Блин, тяжело, если честно, вот это все тащить. Вот тележки. Я не знаю, как вы относитесь к шоппингу. Я его, если честно, люблю. Но люблю, когда у меня, знаете, неограничен бюджет и время. Вот моя любимая водичка. Но это я не то, что выпила сейчас упаковку целую. Это как раз та вода, которую я в аптеке покупала. Она, кстати, стоит почти столько же, сколько в Ашане. Там разница в 1 рубль. Офигеть. Я думала, в Ашане цены дешевле. Короче, я в Ашане, в принципе, купила только сыр ламбер. Ламбер, инжир, лаваш и соусы. Сейчас хочу что-нибудь приготовить вкусное. Что нам понадобится для того, чтобы приготовить вкусную штучку с лавашом? Нам понадобится сковородка. Так. Нам понадобится виноградное масло. То бишь масло виноградной косточки. Ммм, ничем не пахнет. Нам понадобится букет. Зеленый, красивый. Яйца. Уэвос. Лос уэвос. Так, нам понадобится яйца, сыр. У нас будет не один сыр, а два. Потому что это будет адыгейский и ламбер. Также замоченный. Это выглядит, конечно, вообще. Я понимаю, как это выглядит. Друзья, это полезно. Просто запомните, что это полезно. Это семена чия и семена льна. Лаваш. Мы берем лаваш. И кладем лаваш. Тра-та-ти-та-ти-та-та. Сюда мы вот так вот. Ти-ти-ти-ти-ти. И вот так вот. Ти-ти-ти-ти-ти. Это вообще не полезная еда, если что. Это сегодня просто такое вот настроение. И вот добавляем полезную, полезные штучки. Первый лаваш пошел. И кабачковую икру сюда же. Я знаю, кто-то скажет фу. Но я кабачковую икру люблю. И к ней отношусь очень даже хорошо. Сыпем черный перец. Тра-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-там. Вот так. Чесночок. Петрушку. И куркуму. И теперь накрываем это вот так вот. И у нас тут идет вот такая вот история. Ти-ти-тин-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ри. И как бы... И как бы оставляем... Как бы оставляем отдыхать. А тем временем мы берем сыр-обзираловку. Берем и сир. Сир-сир. Идите сюда. Любимый ламбер. У меня есть несколько сыров, которые я обожаю. И это один из них. Это ламбер. Адыгейский. И бурата. Бурату очень люблю. Это еще не все сыры. На деле я люблю большое количество. Разных сыров. И пармезан люблю. Макарошечки. Не самый полезный продукт. И кажется я только что пленочку тоже зафигачила. В общем нашли. Нашли мы пленку. Я знаю что сыр на самом деле не самый полезный продукт. Особенно сыры которые есть у нас сейчас. Но я люблю. Вот ничего не поделать. Прям очень люблю. И отказаться совсем от сыра не могу. Еще я люблю моцареллу и рикотту добавлять в блюда. Эти сыры такие немножко безвкусные. И ну как у бурата по сути. Надо им придать вкус с помощью соусов. Либо с помощью других ингредиентов. Которые дадут им очень приятный оттенок. Можно добавить зеленушечку. Сейчас я только проверяю нет ли тут полиэтилен нигде. Я предлагаю добавить томатос. И авокадос. Мы хоть и положили уже неаполитанский кетчуп. Но я его кладу на самом деле немного в блюдо. Мне больше нравятся все таки овощи и фрукты натуральные. Ну овощи, фрукты, зелень. Все-все натуральное. Если нужно класть. Да, не удивляйтесь. Фрукты тоже присутствуют в готовке периодически. К авокадо. У меня какая-то странная любовь. Если честно, я даже не знаю. Когда я впервые попробовала авокадо, я уже не помню. Это давным-давно было. Но у меня такое ощущение, что я его полюбила сразу. Всегда, когда я ездила в Таиланд и на Бали раньше. Я это говорю в прошедшем времени. Потому что с 2020 года я не уезжала. То есть уже год я не уезжала из России. Но когда я ездила, были времена. Я всегда в тех странах азиатских покупала коктейли, пила их каждый день. А с авокадо очень люблю. Очень. Я даже не знаю, как описать эту любовь. И почему мне нравится авокадо. Хотя по сути он же тоже безвкусный. Он как масло. Но я его люблю. Так, ну я бы еще, конечно, добавила лучок. Красный. Для иммунитета. А лучок я много добавлять не буду. Буквально пару перышек, чтобы просто... Чтобы просто он был. Я люблю лук. И в целом могу его есть, конечно, во всех блюдах. Но здесь его будет немножко. Смотрите, что у нас тут происходит. Такая вот пицца получается. Вот. Сейчас мы вот это вот все всыпаем туда. И накрываем еще одним... Накрываем еще одним листом. Так, я зелень красиво выкладываю на тарелочку. Здесь уже... Ой. Это что-то такое? Ой, господи, сухарик попал. Короче, я здесь уже перевернула нашу пиццу. На самом деле все уже готово. Просто чуть-чуть еще с другой стороны она подрумянился. И все, можно кушать. Ну и пока там догревается непонятная моя еда. Но очень вкусная. Я вам покажу, что я купила. Очень сильно люблю свечки. Так что купила свечи. Хотя... Хотя мы сами делаем их. Но так как моя девочка, которая делает... Моя чудесная дизайнер заболела. То я решила попробовать эти свечки. Посмотреть, насколько они адекватные. С лавандой. А, вот. Из магазина. Из магазинтика косметики. Короче, вот такая вот история. Вот такая вот. Вот эту пенку я очень хотела попробовать. Но тут все закрыто. Я решила взять тон. Потому что периодически надо краситься. Иногда. Вот. И вот эту штучку очень хотела. Как там делают бьюти-блокеры. Хоп-хоп. Блестящее. И аромат клевый. Ну, это помадочки. Ну, это помадочки. По цвету мне очень понравились. Какую-то штучку взяла. Подсвечник. Зубную щетку. Зубную щетку. Брови-выдиралка. Еще свечки. Еще зубная щетка. Мне в подарок дали тушь. Кстати. От Bourjois Paris. Так что, буду пробовать. И еще подсвечник. И свеча. Итак, давайте с вами потестим вот эти две помады. Я их все-таки купила для того, чтобы проверить, как они будут на моих губках смотреться. Если у меня в зубах что-то застряло, извините. Просто вкусная штука получилась в итоге. Я только что ее доела. Половинку мы вот этой помадой помажем. А половинку вот этой. Это одна и та же помада, только с разным цветом. Это цвет. А это у нас на губах сейчас пятнадцатая. Beauty-блогер, конечно, из-за меня такой себе. Но дайте попробовать. Ну, короче, половину помазала одной помадой, а половина другой. И вот давайте вы подскажете, такой цвет мне больше идет. Или можно сделать так. Хоп. И будет у нас новый цвет. Так, в целом мне самой нравится. Но я, честно говоря, думала, что это стойкая помада. Потому что, когда я на руку наносила, у меня было ощущение, что прям, знаете, очень тяжело наносится. И, видимо, не стирается вообще. Но, видите, стирается еще как. Ну и, собственно говоря, я ни разу не пробовала вот этот вот тональный крем. Вообще, Буржуа очень хорошая марка. Я ее могу посоветовать. Поэтому, если вы еще не пробовали или думаете, что это там какой-то нищенский макс... Макс. Нищенский масс-маркет. То не совсем. На самом деле, у Буржуа есть очень крутые продукты. И я считаю, что вот эти штучки, одни из них я в прошлый раз брала. Розовый Healthy Mix. Такой, знаете, розовый. Не могу сейчас вспомнить оттенок. Там, по-моему, всего три их. И в этот раз решила взять вот такой попробовать. Давайте его тоже прямо сейчас протестируем. Вообще, по идее, это под тональный крем надо зафигачивать. Ну, я начинаю блестеть. В общем, суть этой штуки в том, чтобы создать такое сияние, от которого все просто упадут в обморок. Не, на самом деле, конечно, не так. Она не будет даже блестеть особо. Я уже знаю просто эту базу. Просто будет придавать такой немножко сияющий внешний вид. В общем, мне нравится. У меня сегодня, на самом деле, такое незапланированное видео. Получилось скомканное, чуть-чуть такое лайфстайл. Я решила попробовать снять для вас формат. Вдруг он будет интересен. Если интересен, то классно. Ставьте лайки. Если не интересен, ну, не буду снимать. Окей, в принципе, ничего не потеряю. Почему бы не попробовать? Просто полезных видео на ютубе очень много. А хочется снимать веселые. Такие, которые будут, может быть, и полезными, но и развлекательными в том числе. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны на канал. Если вам нравится видео, ставьте лайк. Если не нравится, поставьте дизлайк. Напишите комментарий. Мне в любом случае будет приятно ваше внимание. И до новых встреч. Пока-пока. А, да, и напишите, как вам мой макияж. Мои помазочки новенькие понравились или нет. Вот. Все, всех целую. До новых встреч. Пока-пока.